Инспорт представляет Теннисный сезон 2023 года Впервые турниры серии ATB 250 в прямом эфире только на телеганале Инспорт Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATB Аделаида и Окланд, Мюнхен и Женева, Майорга и Истборг, Китсбюэль и Астана И многие-многие другие 37 турниров ATP 250 в прямом эфире только на Инспорт Теннисисты мира и Истборг, Китсбюэль и Астана Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теннис сезон 2020 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 у меня нет ники дали гайли и решишься шаблажа марк забордаев об суши номер леут секрет шерник это соколов жени илья гореев номер жетсу шинши шиши без тиктей мышцы лары жили сайба хапада сонмен токсов танны жасалган сокры ал шайбана авторы км екен хаз бле жатармыз осы же машинши секунда и мертва командоса алга шоу да тамаша жигиттеру из мукунды гуну куды гуну куды гуну куды гуну пайдаланды не кита соколов никита соколов был и киши десекте мышцы по бред курейке обслуживши номер ли не кита лигай жаса ган соку дангин и никита соколов сабана аппарат сока на никита соколов номер от секунды брги маркса бурдяк же не для гореев университета учишься без спиральца дмитрий березенский номер тоже ян амельницкий и и любезненши жанна шаблышла раме кита рублев апсиринш номер ли джейтс брюши сергей телегин жанне жима екенши кирилл гереков туши бестык был алексей буянский по соседши алказыр гарня командосы шаблышса александр алтухов секси мэрш номер ли архан калкабек от суши или аперцев 97-ші жәнде 13-ші дүмірлі никита коротки сомен темыртау командасы бірші секундтарда алға шығуда қаздағы бір шаблуды көрежеттарымыз әсебі гарня командасының қораушысы дәл пас переалған жоқ сонтан қазыр арене темыртау командасы шайбаға еленіп түріздері алауын тұлу әбден мүмкін та бұқат елік жәнде дергезінде шабланы алексей зюзин мұзға басып алды алғы гәріна құрамында қазыр бізге жетінші нүмірлі станислав семеновты көрсетті де станислав жалпы өткен алмата қарсы өткен ойындарды ек рет үш рет нәшелі пас берген ойыншы жас ойыншы жәнде өзің бірінші ойындарда жақсы жаңан көрсеттен шабулшы ретінде айтуға булады та бір мүмкіндік бар станислав семенов құрғаушыға пас өте жақсы соқы жасан әділхан сертаев ал қазыр семенов семенов шабаға еренуде онмен бірге 17 нүмірлі адек малхасян адек малхасян қазір теміртал командасын шабулы жәнде өте тамаша жәнде өте қалыпты жасыған 13 нүмірлі никита коротки хал қазір темірталқтар шабулдар нарғара өр бүті де арене бұлар қазір бұл есепті ұлғайтуға тұрсат соққы жәнде өз орында табылған никита шапашник бұл жігіт 33 нүмірде өне көрсеттеді ал бізге никита коротки хал қырсеттуде он 13 нүмірлі теміртал командасының ойыншысы жалпы өткен малсында теміртал қыран де баталған және қыранды қаласында өз ойындарын өткізген болатын ал бұйылы теміртау қаласына көшіп теміртау де баталап тағы бір соққы степанов артестермен тағы бұры мүмкіндік бар бірақ әрмәк ойыншысы шайбаны қақпаторына жіберуге мүмкіндік қалтырған жоқ бірақ дегенмен 43 нүмірлі артур хусайынов қазір көксізіқа берілген пас аслан совет соққы және шайба қақпада аслан совет сонмен екілші минутта осы ойындағы өз командасын екілші қолын соғыда жүмде аслан совет әрине бұл құрға ұшыға өлкен азада аудару керек өлкен ойындарда бір нәтшелі бас берген аслан совет ал қазір қалтырға қамалың қалды қалтырға қалты қалтырға керек қазірде қазір көрі қалтырға 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 қалтыр бәресі қалтырға ұкен айтан совет осы пора уши сокра сады жэнде начисли темирталықтар екі нөлесе мен алдаги жатыр алказыр горняк ойышлары тағы бір шабула от ойтарыс койула и сарекет шасауда арене жеклікті мұзайдында жиналған жан келдер қолда ода сезіліп жатыр жәнде қазыр темирталықтар тағы бір позициялық шабулды өткізуде жойқын соққы қақпашы микита шапышник шайбаны қайтырған тағы енді горняк командасының жауабы бірақ темирталықтар дергезінде шайбаны шығаруда тағы бір шабул тамаша пас жимаш үш нүмірлі ойышы жасаған жимай күшін үмірлі кирил деліков алқас темирталық командасында жаңа ойышлар мұзайдына шығап ал горняк бұлса үш-бестікпен өнер көрсетті біратор сонтан әрине бұл команданың физикалық тұрғыдан күштері жетеме бұл ең басты мәселе есе бі бір ойын бойы үш-бестікпен өнер көрсетті өте қиынға соғады 13-13 үмірлі горняк командасының ойыншысы лев критсын қазір пас берген болатын критсын арғарай 17-шінімірлі алек малхасян бұлда жігіт өте қалпты соққы тамаша пас малхасян берген ал енді малхасян тағы бір ойышыға дәл пас берген бірақ дергезінде артем а кешім өтім алексей зүзін шайбаны қайтарды ал енді темірталықтар өздері шабула көшінде жәнде олардың мұнтылысы тамаша болғанмен Микита шапушник қалппетін қайтаруда ал енді гірнәк командасы горняк командасы сонғы пас дай бұлған жоқ алды енді тағы бұл шабул салқы никита шапушник қайтарды алмен әртесін виталий есіпай қабирин виталий өздері шалға трассыз олар сізіабанды қайтарды алған мұнта әртесі жердеелді алған енді асшу бұл мірг jóналдан үшін шын беретелен көмек үшінді қалиірге мұнтуPl�қ бол bowl қарты яға тỷ а ынын necessarily бұл үшін betіл анын тут с Gatelights отың пасы стекда ұнын не син «nantастасы» ӕсін шын көрітер бғе выездная серия и вот после алматы где дважды проиграли вот сейчас гостят в тимиртау ну а у тимиртауцов же напротив продолжается домашняя серия ну и соответственно вот сейчас хороший проход зону наброс отлично сейчас никита коротких проникал но вот там опять же такой больше был вброс в надежде что а кто-то до шайбу там сейчас и подберем на рудничане принципе команда к дольфа именитая но вот четыре шайбы пока только на сегодня заброшено но опять же до начала сезона все-таки для многих коллективов это такая своего рода тоже наверно тяжелая пора но я в любом случае уверен что игры между этими двумя командами тем более у нас такое двухматчевые противостояния будут довольно интересно заброс центральную зону опять же здесь хороший такой заезд уже илья перцев там а за оборотами уже сейчас шапочника оказывается но ты будешь крюка шайба у колкобега слетела вот мы видим что альхам тем не менее шайба удержал пытается немножко развернуться и задействуют уже борта и вновь там альхам колкобег в принципе рудничать уже как дружника вернулись а альхам там вместе с партнерами так и в итоге у нас артур хусаинов а на сближение пошел с александром значит никита и шапочник александр шинковский сейчас на скамейке находится да ну и здесь надо сказать что вот хусыдова мы выше называли он две шайбы уже забрасывал в первых двух играх я напомню что кимиртау сыгрался к тебе два матча одну проиграл вот стартовую а вот вторую выиграл ну и отрадно что наконец-то конечно хоккей вернулся в тимиртау ты именно с названием тимиртау то есть это уже такая полноценная команда но носящие названием города где выступает эта команда да в прошлом сезоне кран тоже проводил матчи вот здесь тимиртау но все-таки назывались они кран караганда так ну здесь шайба сейчас башко здесь кстати с разворота наброс опять же пятачок пытается подгружать так опять же удерживает по долгу шайбу тимиртау ци совет ну и вот здесь уже рудничаник и грудничане конечно пытается шагу подальше выбросить и там проброс конечно же григорий степанов за шайба честом отправлялся здесь надо сказать что в григория степанова нам показывают в начале сезона он поучаствовал сборах основной команды из караганды сараарки немножко опять же пока выступает за тимиртау спустили опять же но тут ряд конечно таких вот парней пошли на повышение но вот тем не менее такие знаете как вот говорят в профессиональном хоккей двусторонние контракты ну то есть и там и там могут сыграть тимиртау здесь на сближение опять же в принципе очень много такой работы проводится команда даниэра ахметова впереди ну и вот опять же зона за тимиртауцами такие затяжные вылазки конечно получается но и вот рудничане пока конечно такой довольно энергозатратное время на льду проводят в том смысле что в основном обороняется но как известно обороняться всегда тяжелее чем организовывать атаки плотника так сейчас у бортов там конечно сборался боролся за бурдяев но в итоге это шайбу сейчас соколов отправился и отсиний наброс борта его так довольно лихо сейчас отскочила здесь опять же тимиртауц это пятачок вы выход был как бы отскакивает хорошо передача на право здесь свои услуги уже михаил степанов предлагает а там на пятаке окей забурняет сейчас немножко так обзор не китим не шапочки ку а прикрыла он он а о а о а и и и и и о Коммерческая пауза у нас сейчас семертау случилась, но кстати видим немало довольно-таки болельщиков сейчас на трибунах, но вот и совсем юные в цветах команды Металург, это вот местная детская команда, вот они, эти ребята, эти будущие чемпионы, ну и их родители конечно же рядышком, я так понимаю сейчас их там на табло показали, в Тимиртау нет медиакуба, но у них есть такое большое цифровое табло, или как там, например, какой-то экран, так, ну а здесь сейчас Малхосяну, Малхосяна кстати тоже, вот видите, мы выше говорили, что его четыре шайбы Горняк забросил в первых двух тур, ну в первом туре наверное, да, ну и вот одну из них Олег Малхосян, оформил, ну и есть две шайбы у Льва Крицына, пока Крицына мы впереди не видим, но, тем не менее, вот Малхосян сейчас там, конечно, тоже пытался суетуно висеть в зоне у тимиртаусов, но все-таки рудничане сейчас так пятились, пятились назад и потеряли шайбу. Березенский на шайбе, довольно известная, конечно, фамилия в казахстанском хоккея, в частности в тимиртауско-карагандинском, ну и вот здесь опять же подмор за рудничанами, хорошо Малхосян сейчас по удобному себе кладет, бросил, ну вот и ответочка уже, конечно, Горняк, как мы выше говорили, команда такая довольно-таки боевая, очень самобытная, что вот основная команда Горняк, что стархоккей Лигасе, что на детском уровне, ну вот везде вот рудничане такие довольно самобытные ребята, ну из Кустанайской области, конечно, другие, наверное, и не выходят, но тем не менее, так вот здесь пытался сейчас пролезть Валабуев, капитана Горняка, но и вновь шайба у тимиртаусов сейчас оказывается, но вот правда видим, что Горняк высокий прессинг оказывает, в итоге неплохо поворолись, нехороший выход, на синий выбросок, блокируют, добивания будет, нет, ух ты, Зюжин там уже впервые, наверное, в матче поучаствовал, Ернур, вам слово. Да, Рахмет Виталий, тамаша, мүмкіндікті жібер балды, Горняк ойшылары, я негізе осы эпизодта Роман Макаров козге түсуге жақын болған, дырақ жақын бурышты, дәл көзде алған жоқ Роман Макаров, сонтан, қазыр, қатибиртаутлар асыр алақтырыс жасағын болатын, әрі ал емді Горняк командасы үшін әрине осы жүгітті көрсетті, 88-ші түмірлі Роман Макаров, мүмкін қазір бізге бұл эпизодты қайтудан көрсеттен, сейбі өте қызықты, жәнде Горняк командасы қазір ойында Есепті қызқартуға өте жақын болған, егер осы жүгіт Тура қақпаторына шабаны бағыттаса, онда әрине Есеп өзгелер еді шаб үшін талаш, өнде темірталықтар, қазық үшкене Горняк командасы өткі шабылдарымен көзгетісі де, ал енді темірталықтар, 97-ші үшін өмірлі Жекетті командын ойыншысы бұл бізде Илья Персіх болған, және де Илья Персіх шабаны қатпа жаққа бағыттаға мұлатын, ғарняк, қазы прессинг арқылы шабаны тартывалуға тұрсуда, және де бір ойыншыға залынан ғылат, ғарняк тұрамында бұл бізде 25-ші нөмірлі ойыншы Владислав Лапухов, Владислав Лапухов, қарсын ұшалып жыққа үшін қазір 2 мент тұқайптен жазалан ады, бұл дегеніміз Тимиртау командасы осы ойында біріншің сандық басынлыққа ие болуыда, бас түресің Александр Ядрышников қазыр көрсетті, табрит көрек, Владислав Лапухов. 81-ші нөмірлі ойыншы Александр Алпуховқа қарсы ережің біз ғамладын, Владислав Лапухов. Қарсыласын ұшалып жықты, және қазір шайбы үшін қаласы кезінде Иия Персі, Қуан ғарсы, 70-ші нөмірлі Станислав Семенов. Шайбы үшін қаласы. Өте маңызды девайтуға болады, жәнде Кемірқаулық жанкерлер қолдау жасауды, Персі, Фарғырай. Мұнда қатересті, жәнде үрмек. Қазқалай жауап бередекен өте жылдан. Қаваша мүмкудік бар, және өте қалыпты. Өте қалыпты. Осы жылы Олег Малхасян. Малхасян тез арада шабылы жеткізген. Ал енді Кемірқаулықтар шабылдауда. Тағы бір ойшалынан ғолад. Бұл деген мұз. Адельхан Сертайыф, 13-ші нөмірлі ойшы. Логислав Лаппухов сияқты қарсыласын шал жұққан болады. Тағы бір ефірік. Я, Персі, алғалын тұлған болады. Және бести үш форматында матч жалғасады. Адельхан Сертайыф, 12-ші нөмірлі ойшалынан шығарды. Аликсей Жүзін, қоқтапуда жүнде. Тиміртақтар тез арада шайбын алп келді. Секшін 70-ші нөмірлі ойшы бұл Виталий Башко. Секшін 70-ші нөмірлі ойшы бұл үш үшін 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 үшін. 11-ші нөмірлі Денис Мирашынченко. Мирашынченко, әшәбәртесній жүтүді. 14-ші нөмірлі Артур Хусаыинов. Секшін 80-ші нөмірлі ойшы бұл үшін үшін үшін. Никито Шапышник. Никито Шапышник. Брус в позицию таймдап Никита Рус, команда Сен-Кутхаруда. Егэши бейсиктовой шарма сзади наш хад был Михаил Степанов, Никита Легаев, Жанни Манковича Бурдяев, Никита Соколов, Илья Гареев. Брюсгия Аслан Совет, Никольский Светлев, Брюсши Мюнтарда, Аслан Совет, Сокра Сад, Апеси, Виталий Башко, Шайбаны Акпажа Бағыттарды алқазы, горня көшелер ишуэнчмедуе көшетуде. Бағыр пас, көксізқа, Жанни Степанов, Сокқы дұрыс плаған жоқ, горня көшелер, Тезарада шайбаны шығаруда, 38 секунд пара, темертал командасында осы сандық басмылық түрзеге асыруға, көксізқа берген пас, темертал тар шабылдау да, позиция алқша бұл жәнде, соққы бұл, ама соққы бар, бірақ, құрға ұшқа шабы кеуде жәнде, темертал тар табыр мүмкіндікті пайдауның атырысат, Степанов, Степанов пас соққы, өте қалыпты бірақ, қақпадан тұс кетіде, темертал тар шабылдау да, соңғы секундтар, пас беру керек, соққы болу керек, бірақ, соққылар дәл емес, алғарңақ болса, осы 2 минутын үшінде, қамашақ қорғанысты үлгісің көрсетті де, Степанов, арғарай пас, мұнда, әрине, Соколов, 32 нүмірді, Никита Соколов, көксіпқа берілген шайба, соққы, және қақпашы, қақпашын басына тиген шайба, сонтан әрине, қазір бас түреші, Александр Ядышников, шайбанын бергі беруде, бас түрешіге, ал қазақ әкей федерациясын бас демеушісі 1xbet, бізге жекілікті жанкелерді көшетті де, күшкенті Металург командасының ойыншылары да бар, оларын арасында, деген жатыр өте тамаша, өте тамаша және де, күн үлкілері өте көтерінкі, ал қазір шабы шыталас, Қарняк ойыншылары шабын ұсқарды, толқырамда Қарняк және де бұл сандық басындықты, кейбір талқықтар пайдалына алған жоқ, өкіншіке ора, әрине жерілікті жанкелерін жанкелер тұрлайсызсақ, әрине олар үшінші қолды күткен, ал бізде жанымалық өзіліз. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес, сонмен бірге қарапайым таңыз өмірде мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойыншы химия. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ИННОВАЦСИЯ ИГЛІКЮШН. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ИНОВАЦСИЯ ИГЛІКЮШН. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ИНОВАЦСИЯ ИГЛІКІ. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ИНОВАЦСИЯ ИГЛІКІ. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ИНОВАЦСИЯ ИГЛІКІ. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ИНОВАЦСИЯ ИГЛІКІ. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ҚАЗМУ НАЙХИМ. ИНОВАЦСИЯ ИГЛІКІ. 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 смотался она оказывается так вот в принципе примерно по равному команды сыграли 10 побед у кимиртау 8 горняка но здесь любопытно другое что горняк давненько не выигрывала вы здесь кимиртау будто это караганда на моей памяти в девятом году или восьмом тогда еще даже не кран был мнение кимиртау а команда юность называлась и вот тогда горняк выиграл эту команду а это было кстати в девятнадцатом году это был кубок казахстана молодежных ну а в рамках регулярки до побед горняка вот на выезде здесь караганинской области не случалось пока так ключевое слово пока так то что у нас так плавненько конечно а период кайца к завершению но в принципе по хоккейным меркам еще играть и играть там вот здесь в собственной зоне там сейчас башко давал налево опять же сближение с воротами башко уже там на пятаке шайба отскакивает налево подбора опять же за хозяевами но и вот здесь рудничане перехватывают подставили свою клюшку и вот уже вкатываются в зону набросы издали опять же блокирует поехал там сейчас ох тут уже силовые у нас пошли но вот лопухов там сейчас довольно активно действовал ну и в центре сейчас уже тимиртаусы вновь залетать его даже сказал не проникает а вот именно залетает зону ну и вот здесь там уже расставились я смотрю а подопечный даниэра ахметова горняк конечно сейчас оборонять очень много времени проводит убрать семенов поддавил и в итоге вот все-таки команды горняк шайба оказывается он пытается проникнуть бросок волхосян еще один подбор за тимиртаусами так правильный вход зону наброс острого угла ну и в итоге шапошник фиксирует ну и соответственно будем сейчас у ворот никиты вбрасывание смотреть но вот сегодня уже несколько матчей у нас в жасар хоккей лигасы случилось частности в ускореногорске торпеда выиграли у ястребов и в кокшитау арлан был бит командой барыз 3 7 кулагир выиграл у астаны опять три ну и вот сейчас параллельно с нами играть фавадаре мунайши и жаз батыр новоиспеченный обладатель молодежного кубка казахстана и там пока 0 0 кстати успех успеха жаз батыра ну я думаю весьма весьма очевиден лично для меня субъективно но все-таки довольно амбициозное там руководство бицозный тренерский штат ну и неплохой подбор игроков это признать понятное дело что не так много воспитанников и затрал но откуда им взяться там они есть они есть конечно же но вот полный рост так чтобы ну еще времени мало просто все-таки относительно недавно по меркам хоккея вот рау этот вид спорта развивает многократный чемпион их основная команда бей барыз но там во первых давно было но и с того момента вот те ребята которые только-только пришли в хоккей не вот можно сказать еще даже не подросли но и ну до профессионального уровня имеется ввиду но уже есть свои такие воспитанники конечно в целом конечно вот сейчас играют две команды которые вот хоккей можно сказать для них традиционно в рудном принципе команда еще с тех давних советских пор но были разные у них там периоды но по крайней мере даже тяжелые 90-е горняк играл в хоккей правда в рудном еще футзал очень популярен даже одна команда одна структура там есть футзальный клуб аят но и вот горняк это один спортивный клуб так ну и вот здесь сейчас тиммертаутся на шаре уже последняя минута первого периода у нас случилось но и вот здесь горняк опять же центре очень здорово а сыграл это у нас стенников давид там так просто встал как стенашка в центральной зоне и в итоге никого не пропустит и мертал немножко 5 назад березенский ну и березенского кстати российский паспорт как собственно вот и у малхасяна у горняка легионерами не считаются но и вот здесь сейчас горняк неправильно вошел не этот листок не арбитра был там так на тоненького там так на тоненького один выходил другой заходил ну так и в жизни да но и вот шайба вновь отскакивает подбор за тиммертаутся мем уже в центральной и вот можно часу раздевалочку правда это всего 8 секунд есть но здесь уже все здесь уже сейчас прозвучит у нас сирена и будем конечно с нетерпением дожидаться период под номером 2 ну бросай а что сирен то нет это устное такое объявление что у нас перерыв ну что ж друзья с результатом 2-0 отправляемся мы на перерыв и не соответственно через 17 минут вернемся но пока наслаждаемся тем что увидели перерыв а Продолжение следует... 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 В некоторых эпизодах «Хозяева площадки» это сначала момент у ворот Никиты Эйрштейна, затем сумел бросить Пименов, а здесь природа большинства Кирилл Хан открывает счет в матч. Бросок в ближний угол, Кирилл Хан выводит торпеда вперед. Закрывали обзор в лотарю и все это принесло успех скамегорским хоккеистам. Затем в развиле успех Глеб Астраханцев успел сыграть на добивании и таким образом 2-0 благодаря шабе Глеба Астраханцева. Никто не сумел помешать Глебу Астраханцеву, и счет становится 2-0. Затем Жас Батыр усилил натиск, но при этом пропускали они контратаки Астраханцев на Пименова. Пименов бросал, попал в голкипера, затем Ян Тетеньков прорвался к воротам и был близок к тому, чтобы третью шайбу своей команды забросить. Но Данил Фанайлов играет надежно. Главный арбитр разводит руки в стороны и взятие ворот незащитных. После этого Жас Батыр усиливает натиск. Создавали они достаточно острых моментов у ворот Никита Эйрштейна, но распечатать ворота торпеда не смогли. И первый период завершился со счетом 2-0 в пользу команды Торпеда. Просок павшего в падении. Эйрштейн ближний угол закрывает. В конце получает 5 плюс 20 Никита Дубинкин, а Данил Фанайлов продолжает свою команду вручать. В начале второго периода торпедосы сумели развить успех. Защитник Илон Дюков сначала сам бросает, затем прорывается в зону через правый край. Передача на Астраханцева. И Глеб Астраханцев ставит эффектную точку 3-0. 3-0 это уже более чем весомая заявка на успех. Однако Жас Батыр был несколько иного мнения относительно исхода этого матча. И постепенно перехватывали инициативу гости. Заработали чистое большинство. После удаления Артура Глухих Жас Батыр одну шайбу отыграл. Перед этим они несколько быстрых атак провели. Это уже выход 1-1 с голкипером Астраханцев попадает в штангу. Затем бросает Данила Пениди. Вернее Филипп Абшев. Данила Пениди забрасывает шайбу в большинстве. Ближнюю девятку направил шайбу. И счет становится 3-1. Данила Пениди один из героев этого матча. Забрасывает первую шайбу своей команды в данной встрече. После этого Данила Пениди обокрал защитника и бросал. Но выручил всю команду Эрштейн. Но вот в этом моменте никто не сумел помешать ему бросить из-под ноги. 3-2. Красивая шайба Данила Пениди. Которая сокращает отставание в счете до минимума. Пениди здесь все сделал очень красиво. Спустя две с небольшим минуты Роман Строчкин сравнивает счет. Убегает он в контратаку и отправляет шайбу в домик. На второй перерыв команда уходит при ничейном счете 3-3. Пытался, пытался спасти свою команду Эрштейн. Но против броска Строчкина ничего сделать не сумел. Судьба встречи должна была решиться в третьем периоде. Команды много атаковали. В итоге в третьем периоде остались в меньшинстве торпедовцы. Данила Амельковец нарушает правила. Получает 5-20. И в конечном итоге шокейсты Жас Батырос сумели выйти вперед. Реализовав численное преимущество. Автором заброшенной шайбы становится Роман Строчкин. Пениди отдает передачу и Строчкин бросает в касание. Прямо под перекладину. И в итоге 4-3. Выходит вперед команда Жас Батыр. Однако в составе торпеды нашелся свой герой. Это Глеб Астраханцев. Контратака, бросок и шайба заползает за линию ворот. И вновь ничья 4-4. Хитрик оформляет Глеб Астраханцев. После этого Валерий Хайзев берет инициативу в свои руки. Набрал скорость, обыграл защитника и бросил в дальний угол. 5-4. Жас Батыр приблизился к победе в основное время. И казалось было, что вот она победа. Но у торпеды нашелся свой контр-аргумент. Мерзликин и Глухих организовали голевую атаку. Глухих обыграл. Бросил с неудобной, попал... Вернее, с удобной попал в голкипера на добивание. Первым успевает Никита Мерзликин. 5-5. Вот такой яркий момент и ничья в основное время между торпедой и Жас Батыром. Игра перешла в овертайм. И здесь обе команды могли добиться успеха. Но... И в овертайме была зафиксирована ничья. Хотя как раз Кирилл Хан мог стать героем этого момента. А вот серии бросков победу Жас Батыр принес Данила Пениги. И таким образом... Жас Батыр зарабатывает 2 очка в этом упорном противостоянии. И мы обращаем внимание на статистику сегодняшнего матча. 49 бросков у хозяев, 46 у гостей. По выигранным бросованием преимущество торпеда. 40 против 27. Реализация большинства. Здесь 1-2 в пользу Жас Батыра. Штрафные минуты. 58 против 43. И финальный счет этой встречи. 5 шайб у торпеда. 6 у Жас Батыра с учетом серии бросков. 2 очка у гостей. 1 очка у хозяев. На этом все, уважаемые друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 а Никита Шапошник Командосы пухарды Ал бізде, арене, жегелті жанкелердің көнгію өте тамаша 33 номерлі Никита Шапошник қазір назарларыңызда Каншама бұл жігіт Пухархан болатын Олсы жанкелердің көнгію өте жақсы, дилер жатыр Арене бұл өте жақсы өте керемет Ватт, Сумен, Виталий Пахдар МІс Сежен өзгіздердің Да, уже у нас счет 3-0 Стал, ну вот так, немножечко, конечно, говорили мы о том, о том, что Давненько мы голов не видели, как, вот, собственно, третья білетел Ну и вот в кадре сейчас Дмитрий Рязанов Ну и вот его, Маскина Сейчас Было, опять же, в кадре Ну что ж, будем сейчас Вбрасывание, соответственно, команду уже разыграли. Летим. Вот сейчас сразу же перевод от Мирошниченко. Вновь Тимирталцы в зоне. На пятачок выкат. Шайба отлетает, отлетает. Шайба. Так, дальше. Опять же здесь центр. Тимирталцы из Дорадок въезжают. Бросок хороший на Биване. И гол! Там Хусаинов все у нас разгоняло. Артур Хусаинов. Ну и знамительная композиция от Джигетер и Джигетер. Зазвучала сейчас под слотами Музайдены. Ну и вбрасывание сейчас посмотрим. После этого повтора, конечно. Вот здесь забросил и добивание сыграло. Очень здорово. Очень здорово. Сейчас все было разыграно. Так вот на тоненького, я бы даже сказал. Хусаинов, конечно, здесь в Масерске. Он уже, кстати, две забрасывал в первом туре, в матче против Ак-Тубе. Вот и сейчас. Вот и сейчас все у нас, конечно, опять же, на повторенном виде с разных ракурсов показывают. Ну и в итоге шайба ворота. Какой любеобильный у нас Артур. Всем воздушные поцелуи. Ну и 4-0. Это уже крупновато, я бы сказал. Так, шайба на синий. Ох, как на трибунах сейчас зажигают болельщики. Тимиртау, Тимиртау. Отскакивает шайба. Там сейчас ее пытается подобрать Соколов. И бросок в упор. Гол, да. Вот сейчас опять же все было неплохо разыграно. Забурдяев, автор заброшенной шайбы. Вот так у нас все это случилось. Ну и вот здесь Забурдяева никто не прикрывал. И, конечно, Марк сейчас очень здорово в упор расстрелял. У Забурдяева, кстати, скоро день рождения. 30 сентября. Ему исполнится 17 лет. Так, ну что ж. Продолжаем. Далее. Брасывание разыграно. Да, счет такой уже довольно крупным у нас становится. Хорошо. Ну и вот уже здесь проникал Телегин. Далее. Кентер передача. Отскакивает. Ну и, соответственно, вот сейчас Горняк. Это у нас сейчас был Аслан Руслан налево отдавал. Ну и вот уже в зоне. Ну вот спокойненько сейчас так отводит. Угроза Мельницкий. Вновь пытается заскочить сейчас. Так, подбор Рязанова. Рязанов пытается выехать. Так, ну и вот здесь на сближение пошел. Ернур, вам слово. Ну и вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну вот видите Кридцем посчитал иначе Так, ну что ж 5-1 Так-то уже Так-то уже Я думаю, наверно Горнякуан Будет где-то В психологическом смысле Полегче Кто знает Может там и Сейчас Газку Немножко так Добавить Дима Тау На шайме Здесь передача Направо Хорошее открывание Опять же Здесь проникание Здорово И здесь левее Так спускает на синюю Наброс А темерталцы-то тоже сейчас в принципе Поджимают Пытаются прежде всего себе доказать Что вот сейчас пропущенная была случайность Но Еще один центр не проходит Это уже Мирошниченко там Старался Арбитр останавливает игру Так совет отправляется Сейчас на скамейку Для запасных Касательно совета Он самый старший в команде Ему уже 20 лет Мария Магдалена Явно повеселила местную публику Преимущественно конечно женский пол Мужчина в Тимирлау конечно более Ну не то чтобы суровый Более сдержанный Так чтобы на людях там затанцевать Ну нет А девчонки-то в Тимиртау молодцы Им все ни по чем Так у нас пока пауза в игре возникла Ну и соответственно вот немножко мы тоже здесь Наблюдали что там на трибунах происходит Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Вода горячая у Крицына. Но тут, правда, сейчас ремонтные работы. И в итоге Тимиртал в США подобрали. И вот уже отверточки. Так вот на встречных курсах стали, конечно, уже бегать ребята. Забурдяев слева. Он сегодня забрасывал. И бросок отскакивает. Чайба у нас сейчас Соколов бросал. Ну и вновь сейчас Горняк. Так, передача налево. Последняя минута у нас второго периода. Вновь шайба отскакивает. Так, и вот здесь врывается сейчас. Но в итоге успевает шайбу подобрать. Сейчас Михаил Степанов. Один из двух братьев Степановых. Но Михаил помладше. Григорий постарше. Так, а вот здесь Горняку удается далеко и подальше шайбу отбросить. Сами за нее не побежали. А там в итоге и проброс. Поедем так, что к воротам Горняка. На вбрасывание. Никита Легаев. Кстати, интересно. Вот если посмотреть протокол матча, то есть составы. То вот у Никиты тут прям написано Лега Никита Витальевич. Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Там, допустим, Никита Короткий, Кирилл Деликов. И Лега Никита Витальевич. Вот так вот в Тимир Тау. Кому-то вот с уважением подходит при составлении состава. Так, а вот здесь опять же паста может быть у Горняка. Ух ты, ух ты. А вот хотя сам же мог сейчас, сам же мог сейчас Рязанов. Там, в принципе, оперативный простор перед ним был. Но быстренько сейчас контратака. Вышло, не фартануло. Еще один подбор. Вылетает сейчас у нас Деликов. Отскок шайбы. Так, хорошо налево. Ну и сейчас у нас сериал прозвучит. Ну что ж, друзья. Ну прям смотрелись мы голов в этом периоде. Сейчас предлагаю вам еще раз их посмотреть. Будет у нас обзор периода. Ну а у нас перерыв. Будем дожидаться период под номером три. Здесь не ходите уже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну что ж, реклама. Реклама у нас была. Вот они, первые лица Тимиртау. Это, кстати, сейчас телефоном. Это Ураз Корбеков. Это Аким Тимиртау. Но я в этом моменте вижу то, что первые лица этого города поддерживают хоккей, но, по крайней мере, его посещают. Но если взять ту же Сара-Аркут, то там лица первой региона на хоккей не ходят. Даже первые лица управления спорта, их тоже, в принципе, немножко далеки они от этого вида спорта. Но Ураз Кайсаевич, именно так зовут, городоначальник Тимиртау, он такой довольно современный, ну, не политик, конечно, государственные служащие будут правильно сказать. И вот здесь еще один наброс. Илья Гореев забрасывает шайбу. Здорово, здорово сейчас все это случилось. Илья Гореев в третью шайбу забрасывает в этом сезоне. Ну и самое главное, так вот очень-очень красиво это все у нас получилось. И, как мы и говорили, все ближе к середине периода. Вот здесь так подудобно, у него тем более левый хват, и переиграл он сейчас Никиту Шапошникова. Ну и вот еще раз посмотрим. Здорово, с кистей набросил сейчас Гореев, и я думаю, это вот на радость болельщикам. Они, кстати, активные, они активные. Так, ну вот, болельщики радуются, конечно, сейчас тому, что сейчас на табло у нас высвечивается. Ну, какая бы группа болельщиков бы не радовалась. Но Горняк здесь тоже вот все-таки, видите, вот опять же здесь заслаждали по Алексею Юзину. Телеги на ваших экранах, ну и именно в Брасване очередное у нас случится. Но здесь надо напомнить, завтра повторно матч у этих команд, также в 19.00, также здесь же в Тимиртау. Ну и на точке Брасване сейчас Кринслав Семенов у Горняка сыграл. Прям даже так немножко Сергей Телегин отодвинул, подвинься. Ну и Тимирталцы влетают слева в зону. Ну и вот она шуба-дуба от Тимиртаунской команды. Сегодня очень так здорово, конечно, у них все получается. Ну и наброс еще один. Это у нас Калкобек набрасывал на ворот. Шайбу, шайбу, шайбу. Просят трибуны, мало им оказывается, мало. Ну, мы уже семь голов увидели в этом матче. И видите, вот болельщики еще хотят. Так, это у нас сейчас Алексей Буяльский. Сын тренера Буяльского, который в прошлом сезоне работал с этими ребятами. Но в этом сезоне, ну, наверное, все-таки это повышение. Да, он сейчас в тренерском штабе у Сарыарки. Помогает Князеву. Там, конечно, сейчас пока не все хорошо у Сарыарки в плане результатов. Но, опять же, это только накала сезона. Горняк взрослый тоже, кстати, не очень удачно стартовал. Дважды были крупно биты вчера и позавчера в Кокштабу Орланом. Но ничего. Там Сергей Неструев уже много лет работает с этой командой. И я думаю, ну, Горняк еще свою игру найдет. Так, ну, а вот тут и господин Смоленинов сейчас в кадр попал. Тоже довольно известный в прошлом. Да, и в нынешнем хоккейный специалист. Причем в прошлом только тогда. И вот сейчас он помощник Даниэра Ахметова. Так, здесь сейчас шапошник шайбу словил. Вот здесь какого-то Ломакина не показывал. Ну, я-то знаю, кто это Ломакина. Это у них в Тимиртау секретарь Маслихатов. Вот, как-то там... Озадачился человек, что не показывают его. Так, ну что ж, здесь бросование разыгранное передача направо. Совет! Ну, хорошо сейчас, на самом деле, Атслан набрасывал. Ну, и здесь такая интерпретация знаменитой композиции Фредди Меркри. А вот он, кстати, Ломакин. А это, вот, кстати, один из спортивных функционеров, руководитель, директор вот этого ледового дворца справа, который находится. Вот он, директор. А слева, вот секретарь местного Маслихата. Так, бросование разыграно. Вот здесь сразу же совет набрасывает. Подбор за Тимиртауцами. Как бы выкатывать совет вновь. Аслан там, конечно, сейчас зажигает. Ну, Шапошников здесь так, конечно, прям замер в ожидании. Ну, вот она молодежь Тимиртау. Видите, город Металурга все-таки. Ну, Рудный тоже такой, вот, можно сказать, город производственный. Недаром кому-то Горняк называется. Так что, вот, схожим по своему, наверное, назначению эти два города. Это Тимиртау и Рудный. Тимиртау, соответственно, в Карагандинской области второй город. А Рудный в Кустанайске. Так вот, еще один наброс. Шайба отскакивает. Ну, вот. Правда, в самом областном центре нет профессиональной хоккейной команды, но появилась детская команда. Табола она называется. Так, Шайба вновь отскакивает. Валерий в зоне. Подбор за Горняком. Мог бы быть, но Тимиртау не дали выкатить. Там уже Асланцовет, конечно, сейчас разворачивается. Вперед перенаправляет. Ох, там потасовочка у нас пошла. Потасовочка. И вот здесь, конечно, арбитры уже в моменте. Конечно, здесь сейчас санкции от арбитры у нас произойдут. Вот они, веселые люди из Тимиртау. Сейчас сюда повторить посмотрим. Ну, здесь хороший момент, на самом деле, был у Тимиртауцев. Так, ну что ж. Михаил Степанов с грубостью. Ну, кстати, не самый грубый парень, между прочим. Ну, вот бывает, бывает. Далее. За грубостью, потому что там было оказано. Приболистый парень, номер 93-й, командный Тимиртауцев. Далее. Так. И Владислав Лопухов, конечно же, тоже получил свои две минуты за грубость. И там обоюдочка такая. А вот тут уже далее. Так, а мы видим, врывается сейчас у нас Молхосян. Он сегодня очень активен. Да, правда, вот это бы еще активность голы перевести. Вообще было бы все по красоте. Тимиртауцев в зоне. Хорошо сейчас Башко катился. И там даже на какое-то время ворота были пустыми. Но там только исключительно какие-то горняка находились. А Тимиртауцев в втором тэпе пошли вперед. Опять же спускает. Наброс. И вот шайба отлетает. Так, горняк. Семенов подобрал. Пошли в зону рудничане. Молхосян там на подмогу. Но вот опять же. Коллегам, Ернур. Болусь кружка шайбаны жібере алған жо. Ал, казар, бізде. 200-шекин длиннин экватор дебатилабылат. Да, бір пас. Бірақ. Сұқайбаны. 68 нүмірлі ойыншы. Мүмкейті рублю. Дергезінде. Бағандырауған жо. Бағандырауған жо. Ал енді. Гәрнәк шабылдауыда. Олардыңда. Шабылдағы негізде өте. Алған қалыпты. Кемерталқтар. Алған құлыс. Жәнеге қазыр. Кұрал шарқылы. Бұл шабылды. Арғарай жағасқылда. Шоққы. Жәнеге негізді шапылшын. Өзіңді қабылда. Кемерталқтар. 92 нүмірлі. Нүхайл үстіпановт. Аған Григорий үстіпановт. Нұлзалындағыр алған құлға. Сәнеге негізді шабылда. Нүхайлықтар. Нүхайлықтар. Бұл шай балашылығға. Арғарай жылғырға. Бұл шай балашылыға. Жылға құлға. Арғарай жылға жылға шылға. Жылға жылға жылға. Алған Никита. Корот. Корот. обратно истинный бургия перцев к ней архам алкабек это не пипа сакалов сасан сутка джаня он не бурге жима не кишином или кирилл делика фурунга ойнда козгецки ночь и шаблуда хан герня кромдах и дитус номерле ислам обдула это бар музыканда Играет музыка. пабры пабры сайба аплодо я ретит амаша осы жил он брыж номер на больше давид стеника верге динде табуга модных аплодонда джанни и септез герке но сау брыж номер леонсы осы масса дошла сайба давид стеников и сепа 2 и к сумме горняк шабул таблик курики астериков есть кванк и держа санджок я не давид стеников о пасперген ислама абдулаев шахты зенди давид стеников плюс командосы не крича расы солдат бөрткен и койнда алматы алматы да горняк екеде алты және екеде тонн сесептермен жоу берген болатын алла горняк командосында гэнэ командосында алматы александр шинковский ойнда алказар табырталк тарныш а буллла жәнде тридушничный мэрлэ ойншы артур хусаинов шабулдахэн албызге александр шинковский Александр Шинковский, Жас Ахпашо, Горняк команда Снега, Джимас Мишневардию, Кирилл Деликов, Бумал Снега, Кирилл Деликов, Артестеринберге, Тимир Тауды, Павел Каш Второй Арине, Прасада, Тимир Тауды, Жалко, Хоккей О� озера, Тимир Тауды, Снега, Хоккей александр сынковский александр бурят боса тазару жылдам сабылды артистера тоже сады науа жберген жопки швы там был дмитрий бризис керине полы сномерли темыртау команды сын пора уж сын герезди альты коксика бельгин пас және горняк ойншылары подыр поран ста табы сокула мажо ингайсыз болган ал ендес оқы жасалынды бірақ кақпадан тыс кетуде және темырталықтар болса позициялық шабылды өткізуде баста хоккей федерациясының бас демелшісі 1xbet және темырталықтар бризенске аламан кеткен жоқ және шықы жаслай бризенске және шынковске бұлсоклы қайтарған және шайба хақпада анатесінде осылай темырталықтар жетінші шайбаны соғуда я қорғавшылар ешқандай тұтқал қойған жоқ ал алпыс сегілші нөмірлі никита рублев никита рублев және осы ару қыздарының қуанышына мұрай осы жетінші шайбынық тұққан никита рублев алпыс сегілші нөмірлі ойыншы және де қақпашы жағыз болды қақпан алдында ал есепті есілеген никита рублев әдемін пас берген оған жима екінші нөмірлі никита деликов ал никита рублев болса бұл маусындағы өзінің екінші шайбасын соғуда және де естеп жеті де екі теміртау командасы алда келі жатыр және де олардың да қазір теңші шайба соға тағы бұрын қолықсы көрінірде жима үшінші нөмірлі соққы және александр шынковскі оймарал суда алмір сөзде артисме виталий есепті виталий сөзе жүрді рахмет вот принимаю от вас эстафету ну чтож у нас уже вот пока была смена так называемая моего колеги Ернура здесь столько событий произошло но вот у меня как-то победнее все победнее количество голов и ярких моментов но 7-2 да вот пять минут там еще осталось в этом матче играть но здесь не то чтобы я так забегая вперед но все-таки маловероятен конечно у нас сегодня овертайм ну и поэтому я думаю надо это пять минут последний уже этого матча но опять же я думаю у Рудичан будет прекрасный шанс завтра отыграться показать все на что они способны тем более прецеденты есть прецеденты есть вот здесь Шайба вновь отскакивает так да и вот здесь на сближение Малхальсиан Малхальсиан и фиксируют шайбу сейчас фиксируют Алексей Зюзин ну и вот Малхальсиан там вот что-то пытается пытается конечно еще немножко так подсократить счет так ну что ж вот здесь показывают нам скамейку запасных команды Горняк опытные сейчас довезла в Семена там видимо в Нирвану входил да вот сейчас игра у нас продолжается так ну и вот здесь в центре подбор и вот сейчас полетели карагандинцы вперед уже входят в зону карагандинцы их по традиции назвать темерталцы конечно же да палкой нас надо бить комментаторов за такие оговорочки по Фрейду но мы то уже привыкли к храму сейчас будем привыкать к семерталу к этому славному городу ну и вот шайба отскакивает ох ты потасовочки то наше все да ну вот куда да в матчах карагандинских семерталовских и рудинских команд без потасовочки это же все как мы любим так ну что вот здесь сейчас конечно же санкции применят ну и так ну вот сейчас конечно полторы нам этот момент показали что так продолжаем так шайба у нас отскакивает ну вот 30 минут и 20 секунд остается у нас до конца ну и вот в центре так ну и вот здесь продолжается сейчас он атаковать в семерталу мы пытались зайти в зону Григорий Степанов в частности так ну и вот здесь входит в зону так ну и вот еще один подбор Мирошниченко далее и добивание на здорово сейчас на повтор конечно посмотрим григорий так ну что друзья ну вот Григорий Степан шайбу сейчас забросил ну и ну давно пора конечно Григорию он был близок много раз конечно было у него таких хороших моментов но в итоге вот сейчас на повторе конечно наблюдаем за этим ну и вот Григорий Степанов точнёхонько справа сейчас перевел шайбу в ворота так хорошо продолжаем так у нас в принципе тут уже конечно победитель ясен в матче но уже 10 шайб мы увидели в этой игре и соответственно ноут 8 летела в ворота горняка так сейчас здесь у нас опять же установка игры ну вот показывают там вновь можно сказать первых лиц Тимиртау и вот они выбрасывали разыграли далее подбор ну и вот сейчас сближение пошел там Гореев в принципе пытался догнать шайбу ну и вот здесь сейчас горняк побольше выбрасывает последние две минуты третьего периода ну и вот вновь остановка в игре у нас так вбрасывание вбрасывание разыграли чем ну и вот здесь опять же на сближение пошли ну и конечно болельщик очень здорово далее минута тридцать до конца минута тридцать до конца опять же передача направо ходят в зону хорошо сейчас открывается у нас сейчас деликов ну и хорошо вот еще один подбор выкатывать пытается шайбу здорово так ну и последняя минута тут уже в принципе секунды у нас идут до конца игры так ну что ж вот здесь сейчас отправляется вперед спускает шайбу Горняк в собственной зоне ею владеет ну опять же такой анонтик завтра команда вновь сыграет в 19.00 сейчас в упор практически стрелял у нас Ислама Пулаеву одну шайбу уже в этом сезоне забросил ну и вот арбитр вновь останавливает игру Семенов на ваших экранах так ну вот здесь опять же смотрим вот здесь у нас уже и борты задействованы здесь нам конечно не полноценный такой толчок в борт но в любом случае видите ох ты ну вот прям соскучился я по этим верталским колечкам давно мы уже не виделись и вот собственно прям такой вот свой у них там конечно вайп так Семенов набрасывание сыграл ну и слева Олег Молхосян Ох там уже и кричалочки там уже и перформанс от болельщиков ну и Горняк концовочку игры проводит в зону а вот Михаила Степанова нам любезно наш регистер графики так назовем графиня показала формулировку почему удалили Михаила Степанова Кайба в центре ну и вот сейчас я думаю под бурные овации болельщики встретят сирену финальную и тут уже конечно все тут уже победа Тимиртау ну с чем мы конечно и поздравляем болельщиков этой славной команды ну и вот собственно бликуют сейчас Тимиртауовская аудитория Тимиртауовская команда но Рудничанам не унывать будет день завтра будет завтра будет пища будет новый переосмысленный хоккей я уверен подопечных Андрея Шевченко ну а сегодня праздник в Тимиртау тем более я думаю заслужили своей уверенной игрой тут вот кстати сейчас без шлема у нас Никита Селиверсов он сегодня в игре участия не принял но тем не менее Гадар попал благодарят команды друг друга за первую очную встречу ну и как я уже сказал завтра будет еще одна у горняка сегодня два кипера приняли участие в матче и шапочник и шинковский ну и наш уважаемые режиссеры запускайте хайлайты добро пожаловать в город Металурга в Тимиртау где сегодня в гости к одноименной команде пожаловала руднинский горняк ну вот как-то очень не гостеприимно их сразу же можно сказать с колес встретили Тимиртауца вот шайба Никиты Соколова сразу же попала там 20 секунд всего команды сыграли как Соколов передача за Бурдяева и Гореева открывает счет в матче ну и в итоге негодует у нас Никита Шапош Кипер Рудницкой команды ну а дальше казалось сейчас вот рудничане тоже должны заиграть впереди но нет заброшил там Виталий Башко и во втором периоде уже там целая голевая эфирия у нас случилась вот у нас шайба Кирилла Деликова ему там Рублев ассистировал ну а дальше там конечно можно сказать полностью контролировали ситуацию Тимиртауца и недаром Никита Шапошник лежит на льду этим своим можно сказать движением он показал все то что происходит в матче Далее Артур Хусаинов вот он томным взглядом Артур сейчас воздушный поцелуй отправлял на трибуны Тимиртауцкого ледного дворца потом уже забурдея с передачи Соколова и Гореева и таким образом какая боль какая боль 5-0 у нас на табло вот он томный взгляд Хусаинова ну и сейчас шагу забурдея его подвезут посмотрим полюбуемся и посмакуем ее у нас второго периода но на этом еще не все Горняк найдет в себе силы одну отыграть причем Лев Крицин ее забросит Крицин третью шайбу в сезоне забрасывает за Горняк и таким образом он лучше снайпер для рудничан пока не везет команде Горняк три игры и вот три поражения но ничего вот самое интересное что несмотря на крупный счет который уже во втором периоде у нас сложился Горняк не бросал играть ни на секунду ну вот собственно и шайба Кринсона у нас ему кстати там ассоциировали Семенов и Малхосян Малхосян в целом был сегодня весь матч заметен много движений завершал в сторону ворот Алексея Зюзина но вот переиграть не получилось ну зато вот в ассистентах поучас так ну и вот таким образом второй период у нас закончился с результатом 5-1 в пользу Тимиртау в третьем скромненькие четыре шайбы да скромненькие в кавычках Тимиртауцы забросят еще Горняк правда тоже ответит но тем не менее тем не менее здесь уже вот шайбы конечно залетали уже на любой вкус и цвет здесь нам сказать Тимиртауцы сегодня действительно пару кунроллили тем более немало на болельщиков собралось Тимиртау здесь конечно и без потасовочек не обошлось арбитры конечно сразу это все пресекали и обоюдочку такую двухминутную выписывали парням не стесняться вот она шайба еще одна Горняка Давид Стенников ее забросил но и Горняк надо сказать в принципе мог и больше забросить но где-то Зюзин почищал а где-то банально в команде Андрея Шевченко это коуч Горняка вот как-то вот не фартило но зато фартило сегодня в полной мере команде Даниара Ахметова они вот как я выше говорил уже вот с разных ракурсов со всех орудий расстреливали сегодня там и Шапошника потом сменил уже Шенковский в воротах но и Шенковский с Ухим из воды тоже не ушел потасовочки конечно у нас периодически возникали но правда какой-то такой большой глобальной агрессии дело не дошло но в любом случае вот здесь надо сказать большой респект орбитам сегодня кстати игру обслуживали ядрышников в качестве главного а Макежаев и Проскуряков в линии ну и вот еще одна шайба Тимиртауцев залетает в ворота уже на этот раз Шенковского и здесь уже Григорий Степанов в какой-то степени ставит точку жирно ли? мы узнаем завтра завтра повторный матч вот первые лица этого города Тимиртау на трибунах я думаю они остались довольны тем что увидели Тимиртау горняк 8-2 но завтра вторая серия так что я думал горняк постарается дать бой на этом все меня зовут Виталий Несибаев любите хоккей смотрите хоккей берегите себя пока пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...